Здравствуйте! 15 апреля в календаре ДАТ значится как День экологических знаний. Праздник призван привлечь внимание к необходимости продвижения экологических знаний среди детей и взрослых, а также формирования экологической культуры населения. Мой гость сегодня заместитель директора по научной работе Преокско-террасного заповедника Василий Демидов. И поговорим мы как раз о тех знаниях, которые нужно нести в массы. Василий Эдуардович, здравствуйте! Здравствуйте! Вы у нас впервые в гостях. Большое спасибо, что нашли время и согласились на это интервью. Большое спасибо тоже, что пригласили. Расскажите нам, мы знаем, что в заповеднике ведется научная работа и ведется она вот по нескольким направлениям. Вот по каким? Что сегодня интересует вас, научных сотрудников? В нашем отделе семь человек, семь сотрудников. Традиционно в заповеднике есть орнитолог, наблюдение за птицами. Да, он у нас был в гостях. Большое ему спасибо. Есть зоолог, тереолог, человек, который занимается млекопитающими. Есть ботаник, геоботаник, который ведет наблюдение за растительностью. Есть специалист по зубрам, один из лучших ведущих специалистов в России. Есть ботаник, фенолог, который ведет наблюдение за сроками растения растений, прилетом птиц и другого. Есть я, как руководитель отдела. Есть специалист-метеоролог. Тут у нас, знаете, в заповеднике есть станция комплексного фонового мониторинга. Это одна из лучших станций в России. И один из их специалистов работает у нас. Какое направление в приоритете? Или так нельзя говорить? Да, для заповедника нельзя говорить, что какое-то направление в приоритете, потому что все российские заповедники, они ведут комплексные исследования. То есть все вот эти наши специалисты, они все свои отчеты сдают мне, и я формирую так называемую летпись природы. Это ежегодный отчет, где описывается состояние всех экосистем заповедника вот в таком едином томе. И ежегодно мы ведем эту летопись, потому что в заповеднике очень важно иметь многолетние ряды наблюдений. Это очень важно. То есть заповедник, он существует долго, вот наш почти 80 лет. И он, естественно, живой организм. Да, и природная среда его развивается без влияния человека, что важно, да, потому что если вы возьмете вот Сверхпуховский наш район или городской округ, то все наши леса, все наши луга и поля, они так или иначе испытывают хозяйственное воздействие. Либо когда-то периодически вырубки проводятся, либо распашка и что-то еще, выпас. То в заповеднике хозяйственное воздействие запрещено, появление человека запрещено. И, соответственно, лес живет своей жизнью. Насколько интересна эта жизнь в том плане, что чем озадачены ваши сейчас специалисты? Вот сейчас весной? Ну, весна — это период пробуждения природы. И у нас есть... Птицы запели? Птицы уже начали петь. Ну, дятлы, первые дятлы начали свои трели, да. Вот уже слышно, дятлы все сполошились, начали таковать кое-какие виды птиц. В общем, уже сейчас орнитолог наш начинает наблюдение. Фенолог — это вот весна пробуждения природы. Нужно зафиксировать очень много фенособытий. Вот и наша почтенная Галина Няминна, она уже в лесу. А вот простым человеческим языком каких событий расшифруйте? Что это значит? А, ну, например, мы фиксируем вот одно из первых таких фенологических событий. Это сокодвижение у клёна и у берёзы. Вот прилёты птиц, да, потом будет набухание почек. Ну, то есть это каждый день нужно подходить к какому-то объекту, да, или как? Да, да, да. Когда ты знаешь, что примерно в эти сроки может начаться сокодвижение, вот с небольшой такой, с шилом, с таким иголочкой специалист подходит в дерево, пробует его. А если потёк сок, значит, делается запись. Но сок собирать нельзя? Сок собирать нельзя. Ну, во-первых, это заповедник, во-вторых, сок дятлы собирают. Вот они это любят, и птицы. Они прям делают дырочки тоже в деревьях. Тут важно понимать, что это не просто вот этот, так сказать, этот укол, и вот нужно записать дату, это какая-то такая задача маловажная. Если это делать много лет подряд, то будут видны сдвиги в датах этого фенологического события, то есть, и мы можем это сравнить, например, с данными по изменению климата, да, температур воздуха, приход весны и так далее. И мы увидим, что эти даты могут смещаться на более ранние сроки. Если это так, то это отклик природы на потепление климата, на приход более ранней весны. Если этого не происходит, можно думать и гадать, почему это так. А поскольку набор фенологических событий, он очень многочисленен, то мы видим, что в природе откликается на потепление, а что не откликается, чего есть инерция, чего нет инерции. А вот что откликается на потепление? Большинство фенологических событий откликается на потепление и происходит сдвиг. Но часть событий движется как-то хаотично. И всему этому нужно искать объяснение. То есть, какие элементы экосистем более статичны, а какие, может быть, вообще в обратную сторону будут двигаться. Это странно было бы. Но всему нужно искать объяснение такое. Такие работы уже статистические. В том числе они у нас ведутся, исследования. Данных у вас огромное количество, исследований много. Вы со всей информацией, вот всей этой информацией делитесь и все это обнародуете? Либо что-то остается, так сказать, за кадром, что лучше в массы не распространять? Значит, секретов у нас нет. Все данные, которые мы собираем за год, они собраны в летописи природы. Это вот том отчетный. Это мы видим на сайте, публикуется. Да, мы публикуем на сайте. Перед этим мы защищаем эти сведения, этот том на ученом совете заповедника или на научно-техническом совете. То есть, чтобы специалисты со стороны могли оценить, достоверно ли собраны сведения, правильно ли они проанализированы, насколько там все, в общем, релевантно. Таким словом можно это назвать. Если том утверждается, мы его публикуем. То есть, все сведения, которые собрал научный отдел, они там. Есть какие-то работы, которые мы ведем в целях интересных потом публикаций, интересных с научной точки зрения. Тут мы можем некоторое время придержать информацию просто потому, что мы ее анализируем. То есть, обрабатываем данные, пишем публикации сами или совместно с какими-то специалистами других учреждений. Сейчас в настоящий момент хорошие публикации, они пишутся большим количеством ученых, потому что нужно привлечь разные лаборатории, так сказать, разный состав, разные знания. И мы рано или поздно публикацию делаем. То есть, это появляется в журнале в каком-то научном. И все, то есть, данные становятся доступны. Нам нужно время просто проанализировать. Вот вы анализируете информацию, которая интересна широкой публике, и информацию, которая интересна сугубо научному сообществу. Это разные информации? Да, это разные, безусловно. То есть, наш отдел, он, конечно, заточен на то, чтобы получать новые научные данные. То есть, у нас есть такие две задачи. Это первое, введение экологического мониторинга, из года в год получать многолетние ряды наблюдений. Чтобы потом их анализировать. А есть какие-то исследования, которые мы можем провести прямо сейчас, не дожидаясь сбора многолетних рядов, а просто используя новые, например, появляющиеся методы по анализу, генетическому анализу, и проводить полеографические исследования, исследования рельефа. Это мы можем все делать прямо сейчас. Чем вы сейчас озабочены? Какие у вас задачи в голове в плане научной деятельности? В настоящий момент я, как начальник отдела, как раз начинаю формировать летопись природы. Мы ее будем защищать в июне. Соответственно, основная моя забота, это чтобы все наши... Все вовремя сдали, да? Сдали, да, свои отчеты, все научные сотрудники. Проверить их, посмотреть, все ли, значит, они правильно сделали, потом все это собрать. Кроме того, на территории нашего заповедника по договорам сотрудничества работают специалисты других учреждений научных, и они тоже сдают отчеты. И эти отчеты тоже попадают в нашу летопись. Соответственно, нужно и с них получить отчеты, и все это подбить, сбить в один том, и потом, значит, все это выставить на защиту нашу, на заседание ученого совета, а потом уже опубликовать, отправить в Минприроды. Вот это основная сейчас такая головная боль. Но, кроме того, у нас серия публикаций, опять же, находится в работе, в журналах. Вот нужно проследить, чтобы, если требования рецензентов какие-то пришли, чтобы мы вовремя ответили, все правильно сделали, и публикация прошла в журнал. Вот если где-то рецензенты там что-то тормозят, задерживают, нужно, значит, как-то... Есть какие-то интересные открытия? Я вот об этом все... Ну, поделитесь. Я поделюсь, значит, не все открытия, которые мы делаем, они интересны широкой публике, да? Ну, вы попробуйте, вдруг нас это заинтересует. Давайте, да. Вот у нас была такая научная проблема, например, на территории заповедника есть система песчаных валов, очень крупные валы, в них есть собственные названия, и в таких текстах о заповеднике вы их можете встретить, там, турецкий вал, паниковский вал и прочее. Вот, и их происхождение непонятно до сих пор, ну, не было понятно до сих пор, оно было дискуссионным. Там могло быть... Они могли появиться, эти валы, под действием ветра, а могли под действием воды, там, реки, оки, или ледника, там, ледниковых вод каких-то. Вот, и нужно было выяснить. Сейчас появляются новые методы, да, которыми мы выяснили. И публикация сейчас готовится в одном из ведущих журналов российских. Когда она выйдет, мы дадим публикацию в наших соцсетях. Но вы же уже знаете историю происхождения. Да, это так называемые эоловые формы, это ветровое происхождение. Все-таки ветер. Да, да, это ветер таких древних, неполярных пустынь. Так нельзя говорить. Но это не сказать, что прям такая неожиданность. Эта же версия существовала. Версия существовала, но мы ее подтвердили. Подтвердить версию тоже очень важно. Ну, это тоже важно. Но есть какая-то серия открытий, которая вот полная неожиданность была для вас, как для специалистов, для ученых? Прямо полной неожиданности очень трудно ожидать. Нет, когда ты начинаешь писать о какой-то проблеме, ты погружаешься в то, что называется историография. То есть кто и что по этой проблеме до тебя сказал. Это вообще ведущий принцип научный. Ты приходишь и не просто с нуля какую-то проблему пишешь. Вот я открыл. Для того, чтобы сказать, что я открыл, нужно четко знать, что до тебя по этой проблеме сделано. А в науке так или иначе кто-то что-то по теме всегда работал. Ну, а заповедник, понятно, что исследует уже десятилетия. Да. Вот мы сейчас погружены тоже в исследование происхождения окской флоры. Это степные растения, они редчайшие степные фитоцинозы, которые только в сердце. Однажды, снимая фильм, это волшебное пространство. Да, есть участок в заповеднике вот этой степи древней. И есть по Серпуховскому району вдоль Аки очень такие интересные места обитания этой окской флоры. Можно считать, что очаг этой флоры – это Серпуховский район. А все остальное – это такие ее уже осколки. Прямо так у нас замечательные исследования в свое время велись на территории в 80-х еще годах. Так откуда эти растения к нам попали? Ну, вы прям хотите, чтобы я раскрыл прямо публикацию до ее появления? Ну, хотя бы вкратце, что можно. Давайте я просто озвучу. Кратко версии, которые были, да, что первое – это антропогенное происхождение, то есть занос человека. Второе – это занос водами Аки. И третье – это реликтовое происхождение, то есть то, что это степная флора, здесь сохранилось с каких-то более теплых, сухих эпох. Вы придерживаетесь какой версии? И мы придерживаемся третьей версии. Мы – это я и те соавторы, которые, значит, в этой статье участвуют. Я почему-то подумала, что ветром, раз вы сказали, что волны могут на большие расстояния переносить. Все, мы должны переосмыслить работу. Нет, ну серьезно. Исследовать ветер. Если волны за счет сильного ветра, может быть так? Ветер всегда разносит семена, и ветер, и… Прямо на дальние расстояния. На дальние, например, сосна распространяется ветром очень здорово. То есть это вот такой вид растительности, который распространяется ветром прекрасно. Так же, как береза. Но другие виды они так не могут. Кто-то распространяется с птицами. Вот птицы такие, распространители семян хорошие. Но что-то передвигаются очень на недалекие расстояния. Что-то какие-то виды могут распространяться быстрее. Так что ваша гипотеза имеет место. Но просто когда вы встречаете такой полный фитоциноз, когда у вас полный комплекс видов степных в одном месте, то есть не один какой-то вид занесен, да. И там случайный занос нескольких видов. Или там десятка даже. Это же какой-то должен быть ветер, чтобы унести все. А у вас тут десятки видов и вместе в такой системе взаимодополняемой. То есть это как бы значит, что это сообщество здесь сформировалось очень долгое время. Ну понятно, что это же я пошутила. У меня такое обывательское представление. Нет, любые шутки, как в науке нет шуток, надо проверять все. Для того, чтобы сказать, что нет, это не так, вам нужно написать статью соответствующую и доказать, что вы не правы. Или наоборот, окажется, можно начать статью с задачей опровергнуть, а в ходе работы получить данные, которые будут подтвердать то, что бывает. И люди пишут, как бы, ну, следующая статья выходит, и ты пишешь, мы считали так, а оказалось так. А кто-то из ваших специалистов сейчас занимается написанием книги? Да. Кто? У нас Виктор Иванович Перерва, наш ведущий специалист по зубрам российский. Да, он, ну, плодовитый писатель. Но мы надеемся, что еще увидим не одну его книгу, изданную в печатном варианте. Будем ждать. Василий Эдуардович, какие же все-таки, вот так если подытожить наш разговор, вот на тему научных данных, какие научные данные, какая информация формирует экологическую культуру-то в целом? Научные данные являются базисом и основой понимания природы. То есть научные отделы заповедников, они, ну, и не только заповедников, есть же специалисты, которые работают там, биологи, скажем, в институтах профильных академий наук. Вот все эти сведения, полученные в ходе исследования, они являются базисом для понимания природы, как она работает, как она устроена, что в ней происходит, как человек на нее воздействует, какой отклик природы на человека, значит, как она реагирует на это воздействие. Но все эти сведения, они получены в очень скучной такой форме, либо в форме отчетных материалов, либо в форме статей в научных изданиях. Да, они хорошо цитируются среди там научного сообщества, но широкому населению трудно понять, что вот написано в статье, оценить это и так далее. Вот для этой задачи нужны специально обученные люди, которые умеют донести до широких масс информацию в простом и очень понятном виде. Вот для этого в наших заповедниках российских и в том числе в нашем заповеднике организованы отделы экологического просвещения. И вы можете посмотреть в наших социальных сетях вот эту краткую информацию, такую очень удобную. Очень интересная подача. Да, с интересной подачей, удобной для восприятия. И таким образом мы и научные сведения можем передать. То есть все научные данные являются основой? Все, конечно. Мы работаем так. Вот приходит ко мне какой-нибудь специалист отдела экопросвещения и говорит, так, нам нужна новость сегодня. Что вы интересного сделали? Так, ну давай тебе вот так. Так, это скучно. Давай еще кого-то. Ну давай. Ну и в итоге получается какой-то материал, который людям нравится. Воспринимает его. А вот это скучно от экопроса. Это как ножом по сердцу? Когда экопрос пишет скучно. Когда вам говорят, да ну, ваши данные. Да, да, это обидно. Это очень обидно. Конечно, мы старались. Эти данные, там, в научном сообществе, они будут передовые. То есть мы хорошо поработали, нас оценили. То есть вот все сказали, ну, на ученом совете, какие вы молодцы. А экопрос говорит, да, ну что же вы, опять скукота такая. Дайте нам что-нибудь про зубров веселое, как они там скачут по загонам. Вот люди это оценят. Или хорошую фотографию там мышки, птички. А мы говорим, ну, мы работали по другой тематике. Как вы сотрудничаете вообще с коллегами из других заповедников? Именно вот ваше научное сообщество с другим научным сообществом. И становится ли заповедник площадкой для исследования других специалистов, вот не наших, не местных? Наш заповедник, он находится в Московской области. Тут и в Москве, и в Пущино масса институтов, масса специалистов, которые могут получить интересные научные данные на нашей территории. И у нас сейчас 16 договоров о сотрудничестве заключено с разными научными учреждениями. Люди приезжают к нам. Мы, ну, все, это же заповедник, то есть нужно основание для того, чтобы человек находился на территории заповедника. Это договор о сотрудничестве и пропуск. То есть мы смотрим, кто, сколько там будет находиться и с какой целью. Люди приезжают, работают и потом предоставляют отчетные материалы. Есть прекрасная серия публикаций, исследований заповедников, сделанных специалистами институтов Академии наук. Те, кто работает с нами. И это есть работы и по нашему заповеднику, и по другим заповедникам. Вот такие комплексные работы. Что касается работ отделов научных в заповедниках, то заповедная система всегда связана очень тесно между собой. У нас есть конференции различные. Проходит один заповедник, который организует конференцию, туда приезжают специалисты с разных других заповедников, с разных областей России. И вместе, значит, слушаем, кто что сделал, что интересного, какие новые методы появляются в исследованиях, как можно анализировать эти ряды многолетних наблюдений. Потому что наука сама по себе очень, это нельзя сказать, конкурентно. А люди заинтересованы лично в научных исследованиях. Просто если у человека есть интерес к производству новых знаний, нового понимания. Но это же тоже азарт. Азарт определенный, да, азарт. И люди смотрят друг на друга, как, что еще можно сделать. И приезжают обратно с новыми идеями. И таким образом наука в заповедниках получает новый толчок. То есть всегда этот обмен, он всегда есть. Всегда люди между собой общаются, действуют. Ну и просто дружат. Тоже важно. Ну и нужно сказать, что есть шикарный фильм. И я прям удивляюсь, есть авторы, режиссеры, которые там сутками дежурят возле водоемов ради там какого-то одного кадра. Да, да, да. Нет, ну есть люди, есть люди, мы так называем, заповедного склада. Да, люди, которые любят находиться в природе и любят что-то вот получить такое интересное. И потом рассказать другим людям. Или написать статью, или о чем-то рассказать. В общем, что хочется посоветовать нашим телезрителям? Следите за социальными сетями заповедника, потому что там публикуются уникальные кадры и видео вообще. И все основано на научных данных. Вот сегодня Василий Эдуардович нам это подтвердил. Ничего с головы просто так не появляется. Да, и заходите на наш сайт, скачивайте летопись природы в библиотеке. И изучайте, да. И изучайте, да. Там есть очень интересные сведения. В общем-то, все смогут найти что-то интересное. Даже вот в скучном отчете, даже в таком, что-то можно найти для себя. Ну, когда я ждала в гости орнитолога, нужно сказать, первое, что я сделала, заглянула в летопись. Думаю, так, сколько у нас птичек и какие птицы обитают. Да, и сколько птичек, да, мониторинг. Спасибо Вам за сегодняшнее интервью, за эту интереснейшую беседу. Ждем Вас в гости снова. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»